This conference will now be recorded. Так, я вас приветствую, вы меня приветствуете, будем приступать. Так, коротенько, коротенько, коротенько скажу о себе. Меня зовут Романова Инна, Инна Витальевна, если угодно. Я преподаватель в центре специалистов, автор курса дизайн-презентации, а также автор курса PowerPoint уровень 1, сертифицированный курс, который приветствует компания Microsoft. Так, ну, при желании ознакомитесь со мной поближе, идем дальше. Наш сегодняшний семинар организует отделение комплекса «Таганский». Если вдруг у вас будут возникать проблемы со звуком, проблемы со связью, пожалуйста, обращайтесь к этим очаровательным людям, они просто ждут ваших звонков. Что-то надо именно по организационной части, пожалуйста, обращайтесь к ним. Также, если вы зарегистрируетесь на нашем сайте, на сайте специалист, вы получите свое распоряжение «Личный кабинет». Это особая услуга со стороны нашего центра. Все методические материалы вам будут доступны, включая методичку и тренировочные файлы по работе с курсом, а также видеозаписи. Видеозаписи будут вам представлены на какой-то значительный срок. Я сейчас опасаюсь так назвать конкретную цифру, но по последним сведениям 6 месяцев вы можете прослушивать, наблюдать, видеозапись всех занятий. Такая услуга была предоставлена начиная с января, с января 2020 года, что гораздо, конечно, повысило и усвоение материала, возможность повторения его, да и в целом, наверное, приятно. У нас очень мало времени. В течение 45 минут мы с вами будем узнавать способы размещения информации, а также способы оформления. И заканчиваем мы в 19.15. Дольше этого времени, боюсь, у нас отношения длиться не могут, поскольку время нам также выдает дозировано наша платформа, платформа GoToMeeting. Итак, цель сегодняшнего семинара – рассмотреть 7 способов обеспечения читабельности информации. Несколько правил, такие как контраст, правила подложки или подкладки, правила ореол или окантовки, правила градиента, которые, конечно, очень красиво оформляют не только одиночные надписи, но и цитаты, работая с фотографиями, использующими негативное пространство. И есть, конечно, правила усиления, ослабления фона. Можно еще и применять художественные эффекты. А также мы с вами несколько видов композиционного размещения информации на слайде рассматриваем. То есть главная наша цель – не рассмотреть модульное размещение информации. При большом количестве информации на слайде неизбежно начинаешь кучковать ее. Это та история, когда у вас три диаграммы, текстовые итоги еще где-то снизу находятся, а также таблица, а также еще нужно что-то для красоты значками оформить. Нет, такая подача тоже есть, характерна для презентации отчетного характера. Но представьте себе, что вы делаете презентацию идей. Очень характерна для такого стори-теллинга, когда рассказ у вас прямо-таки идет в виде слайдов фотографических с минимальным количеством текстовой информации. Есть такие стандарты, которые, конечно, на заседании Совета директоров по финансовой теме, наверное, не та стилистика, но если вы хотите представить идею или даже обучить по небольшой теме, то формат с использованием фото плюс текст в небольшом таком соотношении, крупная фотография, небольшое количество текста может создать эффект истории. Ну и очень важно, конечно, чтобы сама структура презентации соответствовала духу стори-теллинга. Вы можете и уже взглянуть на данный вопрос, а именно просто у меня на руках фотография. Фотография и она должна быть абсолютно гармонична относительно площади слайда. Как это сделать? Как не попасть в такую ситуацию, когда не являясь ни профессиональным художником, ни профессиональным дизайнером или фотографом, имея на руках фото и имея на руках совершенно другую площадь слайда, при котором фотография полностью не покрывает, как правильно все-таки разместить фотографию на слайде с учетом самых простых композиционных правил. То есть вот такая у нас в обице. Ну и, конечно, обеспечить читабельность информации. Вот что требуется. В течение нашего курса, вернее, в течение нашего семинара я буду активно вас приглашать на уровень 2. То есть это всего лишь малая часть курса дизайн презентации. Большая часть курса все равно проходит в направлении работы с шаблоном, когда вы узнаете все о его устройстве. Технической литературы на эту тему нет никакой. То есть от слова совсем. Вот именно об этом курсе идет речь. Уровень 2. Дизайн презентации. Можно очень неплохо формировать художественные слайды, симпатичные слайды с таким достаточно профессиональным внешний вид оформлением. Но как только начинается совместная работа или целый сборник претензий, что где-то номер не там, где-то заголовок слайда отличается по размеру, а требуется, чтобы на всех, скажем, 100 слайдов я имел одинаковые признаки оформления, и чтобы не делать двойную-тройную работу. Вот такие вот вопросы, именно глубокое понимание того, что такое шаблон, в том числе и корпоративный шаблон, что в него входит, каковы алгоритмы работы, как правильно его составить, в том числе и на продажу. Вот что рассматривает в корне курс дизайн презентации. А также композицию, то есть это всего лишь малая часть курса, а также работу с текстом эффективную на предмет его быстрого преобразования и структурирования, а также вопросы визуализации, включая даже импорт, не знаю, там табличек из Excel. Ну и, конечно, теории. Теории выбора объектов, какую конкретно цифровую диаграмму выбрать, какую конкретно схему выбрать. Ну, пару минут про о том, что это всего лишь часть курса я должна уделить. Итак, основной курс, курс дизайн презентации или уровень 2. Вот, собственно, все, что я перечислила. Оптимизация корпоративных шаблонов. Ну и, конечно, вопросы дизайна объектов и общей композиции слайда. Так. Ну, а далее, если вы захотите подробнее познакомиться с программой курса, то либо на нашем сайте, на сайте специалист.ру, либо, собственно, еще раз продублирую ссылочку для вновь прибывших слушателей, всех приветствую, еще раз дублирую ссылку в форме чата, по которой вы можете скачать данную приветственную презентацию и подробно посмотреть программу курса. Вот, я всех вас приглашаю на данный курс, но только отмечу, что предварительная подготовка, а именно уровень 1, надо знать для того, чтобы прийти на этот курс и чувствовать себя уверенно, поскольку техническая работа, такая как создание слайдов или, допустим, добавление иллюстрации, на курсе выполняться будут, но с учетом темпа определенного, мы уже должны быть не новички в программе PowerPoint, должны как-то под потребность, под вопросы это осознать, для того, чтобы абсолютно комфортно на нем чувствовать себя, так, да, без опыта работы будет не совсем понятно, какие проблемы вообще поднимает преподаватель. Итак, уважаемые слушатели, я сейчас открываю папочку, папочку, которую вот как раз-таки по ссылке вам разместила и собираюсь выполнять некоторые действия с презентацией тренировка. Сегодняшний день до начала нашего обучения я провела на сайте, на одном сайте для того, чтобы скачать несколько фотографий, всего здесь сколько, 5 фотографий, ну, в итоге-то получится больше, мы будем с вами некоторые преобразования с ними делать. Активно снимаем копии, то есть я собираюсь использовать команду Ctrl D для снятия копии со слайда. Активно будем использовать также ленту. Вот на вкладке «Главное» хочу вас быстренько сориентировать, вот, простите, на вкладке «Формат», на вкладке «Формат» смотрю, на «Главное», говорю «Главное», на вкладке «Формат», то есть мы нажмем на фотографию, вот, вкладочка «Формат» появляется, я собираюсь использовать ряд команд. Ну и сейчас я эти команды вам покажу. Так, это команда «Обрезать», она же «Обрезка», это команда «Цвет», возможно, художественные эффекты тоже будем использовать, пожалуй, а также буду вызывать область формата рисунка, область, которая вызывается как вариант правой клавиши мыши, правой клавиши мыши формат рисунка, ну, или формат фигуры, но это надо трактовать широко, формат того, куда я щелкну правой клавиши мыши, куда я попал, да. Это для, в целом, ориентирования. Откуда были скачаны фотографии? Ну, вот, собственно, портал Pixabay, но я на нем вообще не настаиваю, вы можете пользоваться любыми стоковыми порталами, это может быть платные, бесплатные фотографии. В данной презентации используются фотографии бесплатные, ну, разумеется, для некоммерческого использования. Также в этой презентации задействован необычный шрифт, ну, шрифт я скачала, по-моему, с Font Storage, хотя это особенно не важно, откуда именно вы скачаете шрифты, откуда именно скачаете фотографии. Всего лишь, как вариант, я предлагаю работать со своими изображениями. То есть всего пять фотографий. И начинаю работать с самой первой фотографией, с самого первого слайда и немножко отдаляю масштаб от себя. Итак, мы рассмотрим сейчас самое базовое правило, которое называется правило золотого сечения, оно же правило третей. Правда, правило третей используют, наверное, начинающие фотографы. Они абсолютно одинаково выглядят, вот именно в том контексте, в котором я собираюсь использовать эти правила. Разница между ними, разумеется, есть, как в математической в соотношении сторон, так и в способах применения. Так что правило третей можно воспринимать, скорее, как упрощенку. И вот передо мной проблема. Я могу даже удалить фотографию, и что я в итоге ничего с ней не делала, вставить фотографию еще раз. Слайд имеет определенные пропорции. Пропорции слайда, начиная с 2013 года, я имею в виду ширину, а также высоту пропорции у нас идут как 16 на 9. 16 на 9. Начиная с версии 2013 года, именно такой стандарт слайда появился по умолчанию в Powerpoint. Представьте, при запуске программы, когда-то это был стандарт 4 на 3, такой более короткий, ближе к квадратному состоянию слайд демонстрировался. И вставляю фотографию, вставить фотографию я могу любых размеров, я сталкиваюсь вот с такой неприятностью, что фотография не полностью покрывает размер слайда. Мне предстоит сделать слайд титульный, или это будет слайд с разделом, или это будет слайд, допустим, с цитатой, или есть просто слайды, которые сами по себе носят достаточно сильный ударный характер, слайд, скажем, с концепцией или стратегией развития организации. Душа просит оформление, вот так, чтобы это было оформлено необычно, оформлено ярко. И при этом есть стандарт, при котором поля на слайде совсем не нужны, и нам нужно всего лишь сделать фотографию в размер слайда. Вот мы и пришли к утверждению, что так оставаться нельзя. При демонстрации и презентации белые края слайда демонстрируются. Это нехорошо. Можно, конечно, пойти на уловку. Если вы сделаете, используя команду формат фона черным, то при демонстрации и презентации черный фон будет восприниматься как отсутствие фона вообще, ну и не так это сильно будет резать глаз. То есть если нужно дешевое сердито, если нужно быстро закрыть этот вопрос, то, как бы сказать, то почему бы и нет. Но я отменяю действия назад, черным фон я делать не буду, и все-таки вот она проблема. Проблема размещения фотографии на слайде, если все-таки фотография по размеру не слишком подходит. Согласитесь, что есть наверняка у нас растровые графики в нашей виртуальной аудитории, которым жизнь, наверное, внушила какое-то уважение к пропорциям. Ну, вот я сейчас сделаю одно действие. Я знаю, что не всем это сейчас понравится. То есть вот сейчас начинаю. Эть, эть. Начинаю растягивать фотографию. Цель – стыковать фотографию к стеночкам слайда. Да, я согласна, что если на фотографии нет ничего конкретного, это не чертеж, это не корпоративный элемент в виде логотипа, это и не девушка там, вот она мне из-за этого такого спасибо бы не сказала, но это все равно нехорошо. Это все равно нехорошо, и считайте, что мы ничего хорошего сейчас не сделали. Я категорически отменяю действие назад. Если не использовать сторонние маркеры для увеличения фотографии, то значит надо использовать маркеры, расположенные на углах. На углах. И вот в этом случае, увеличивая фотографию, я ее вывожу вообще за пределы слайда. Кстати, даже подрезать в таком состоянии необязательно фотографию, при ее распечатке или при демонстрации на экране, все, что находится за пределами слайда, все это демонстрироваться не будет. Так что снова могу сказать, что ничего страшного, ничего страшного не произошло. Но дело не совсем в этом. Дело в том, что не являясь дизайнерами, повторюсь, не являясь художниками или прочими творческими личностями, мы все равно должны бояться. Бояться разместить фотографию не по правилам золотого сечения. Такой вечный страх должен преследовать, но так как эта проблема решается очень просто, я рекомендую взять на вооружение тот маленький принцип правила третей или золотого сечения, то есть у вас сейчас будет выбор, какой именно вариант использовать, и всегда быть уверенным в том, что вы правильно действуете, что фотография у вас размещена идеально, так что самый даже требовательный эстет останется довольным. Ну что, что же я предлагаю? Я предлагаю использовать специальную графическую сетку. Есть и программы, которые вас обеспечивают различными сетками гармонии. Можно и себе составить раз и навсегда, буквально в блокноте записать координаты, основные координаты направляющих, и все на этом. Но я для нашего удобства, я предложила вам по ссылочке скачать не только данную тренировочную презентацию, но и два вида сетки. И в настоящее время, так как это графические объекты, это наши просто помощники, я их буду добавлять как обыкновенные рисунки на первый слайд презентации. После того, как я выставлю по этим графическим линиям направляющие, направляющие активируются на вкладке вид, я буду удалять графическую сетку клавиши delete, как самый обыкновенный рисунок. Итак, вкладка «Вставка», команда «Рисунки» и выбираю вот, что у меня для выбора. В папочке, которую вы к себе скачали, есть два вида сетки. Одна соответствует правилу третей. Это именно та самая упрощенка, о которой я вам говорил, ею активно пользуются и дизайнеры сайтов и дизайнеры полиграфической продукции. Но вот более тонкое решение – это одна из сеток по золотому сечению, которая имеет слегка зауженный центр. То есть соотношение сторон здесь идет сложнее. Не две трети к одной трети, а пять восьмым к трем восьмым. Вот такое более сложное решение. И вот именно такое решение я стала предпочитать. Действительно, как-то более симпатично получается, что ли. Математическая сторона этого вопроса – это целая лекция о том, что на золотом сечении построено и здание, и цветы. Мы развивать эту сторону не будем. Но вот в плане чему больше стало доверять – именно вот этому решению. Хотя чисто технически их использование сейчас отличаться не будет. То есть хотите – возьмите первый вариант, хотите – возьмите второй вариант. После того, как мы ее с вами вставили, начинаем ее самым безжалостным образом растягивать. Растягивать до краев слайда. Так, чтобы у нас стыковка происходила ко всем сторонам слайда. Для этого, конечно, слегка отдалите от себя слайд. Временно. Напоминаю, это временное решение. И далее на вкладке «Вид» я включаю галочку «Направляющие». Галочка «Направляющие». Галочка «Направляющие» даст мне всего, я уже здесь включала как-то раз, всего две направляющие. Одна будет горизонтальная, одна будет вертикальная. И обе направляющие сходятся в центре слайда. Позиции 0 и 0. Если направляющие у нас как-то слабенько демонстрируется, то вы можете их покрасить. В версии, допустим, 2016-19 года такая услуга уже появилась. Если старенькая версия программы, увы, покрасить их у нас не получится. Вкладка «Вид», галочка «Направляющие». Затем я начинаю направляющую перемещать. Цель поставить направляющую таким образом, чтобы она совпадала с одной из линий сетки. Но если вы сейчас графическую сеточку не используете, я могу назвать вам координату. Координата это 4 см. Позиция по линейке. Удерживая клавишу Ctrl, я перемещаю направляющую и ставлю ее несколько правее, также на позицию 4. Так я получаю дубликат. Получить дубликат, направляющий, удерживая клавишу Ctrl, смещать ее можно во всех версиях программы. В новой версии программы вы можете также попасть правой клавиши мыши по уже имеющейся и выполнить команду «Добавить вертикальную направляющую». Также поступаю с горизонталью. Позиции направляющих примерно горизонтальные по 2.30 каждая. И после выполнения этой операции я собираюсь удалять эту красную сетку за ненадобностью. Вот что у меня должно остаться на экране. Правила третей я использую в том случае, когда мне просто лень высчитывать соотношение. То есть на 8 частей приходится делить пространство слайда. А здесь, когда не хочется считать, конечно, всего на 3 части по горизонтали и по вертикали поделишь, используя по-прежнему 2 направляющие. Ну и можно пройти по упрощенке. Вот, в общем-то, вот они два правила. Правила золотого сечения несколько сложнее. Соотношение сторон здесь по золотому сечению выставлено. И правила третей, которые используют начинающие верстальщики, начинающие фотографы. Итак, далее. Ну а далее я суть обозначаю. Конечно, создать гармоничный снимок, причем бывают и гораздо более сложные композиции, диагонального характера, например. Создать гармоничный снимок – это не только теория, это еще и огромный опыт. Но, если коротко, совмести горизонтали с горизонталями, а вертикали с вертикалями. А доминирующий объект расположи на одном из пересечений. Ну вот они, оптические точки. Доминирующий объект в портретной съемке, скажем, глаза или голова человека. Если это пейзаж, то какой-то объект, который там вдалеке имеется, который является именно центром композиции в золотом сечении. А если таковое не имеется, то надо выдерживать самые общие направления. Ярко выраженный горизонтальный или вертикальный объект на этой фотографии. Ну вертикали я здесь не вижу, это точно. А вот в плане горизонтали, ну конечно, это линия горизонта. Ну разумеется. А следовательно, я слегка смещаю фотографию. Обратите внимание, что я уменьшила масштаб слайда. Поскольку вот так мне будет, у меня достаточно перспективы есть по работе. Так, уменьшаю масштаб слайда. И начинаю увеличивать фотографию. Моя цель сделать так, чтобы одна из горизонтальных линий, ну верхняя, я думаю, все-таки, это часто зависит от снимка, но здесь, пожалуй, бросится именно верхняя горизонтальная линия совпадала с линией горизонта. Это все, что я преследую. Но мне придется, конечно, увеличить размер, увеличить размер фотографии. Это неизбежно. Если вы почувствуете небольшое смещение фотографии влево или вправо, а нам это не нужно, то можно выполнить команду выровнять. Команду выровнять на вкладке формат, выровнять по центру. То есть нам смещение влево-вправо не требуется. Ну а затем надо всего лишь подрезать. Подрезать края фотографии относительно слайда, к сожалению, команда не автоматическая. На вкладке формат, используя команду обрезать, вы начинаете уменьшать зону обрезки с помощью черных маркеров. Стремитесь, чтобы фотография у вас была в размер слайда. Чтобы была вот такая красота. Мне пришлось выполнить подрезку сверху, ну и немножко слева и справа. Команда обрезать. Команда обрезать, она же crop, она же обрезка. Все, готово. Готово. На этом вы завершаете обрезку. Можно либо нажать на клавишу escape, либо подтвердить действие кнопкой обрезать. И любуйтесь на вашу фотографию в полноэкранном режиме просмотра. То есть таким образом вы создали абсолютно гармоничный снимок относительно площади слайда. Ну а если у вас есть все-таки некий доминирующий объект, то на втором слайде у нас следующая ситуация. Тоже море, но есть кораблик. Кораблик, к которому надо привлечь внимание. И именно центр композиции здесь, вот именно кораблик, должен приходиться на одну из точек пересечения. Ну вам, конечно, решать, на какую именно точку, но учитывая размещение корабля уже, ну как-то вот в левом нижнем углу, я скорее буду преследовать именно такую цель. И начинаю то же самое действие. То есть более сложное композиционное решение здесь с присутствующим объектом. То есть есть какой-то оптический центр композиции. Также начинаю увеличивать фотографию так, чтобы у меня была перспектива по работе. Увеличиваю, смещаю. То есть вначале немножко прицеливаюсь. За одну сторону потяну, за другую сторону потяну. Ага, как только я достигла совпадения пересечения с важным объектом на слайде. Все. Готово. Обязательно увеличивать, обязательно перемещать фотографию. После этого снова обрезка. Команда обрезать, она же обрезка. В размер слайда. Ну здесь мне практически не нужно с другой стороны подрезать. Ну и снова вуаля. Абсолютно гармоничный снимок. Правильно выставленный объект на всей площади слайда. Поверх добавляется текстовая информация, но это мы с вами пройдем чуть ниже. Итак. Правила композиции. У нас правило третей или правило золотого сечения было представлено на первом слайде. Более-менее простой снимок. С одним таким важным элементом, как линия горизонта. И с доминирующим объектом. Но есть еще очень большой набор решений, который касается фотографий с негативным пространством. Негативным не значит плохим пространством. Как правило речь идет о фоновых фотографиях. Такой прием впервые я увидела в книжке Нэнси Дуарте. В ее книге «Слайдологи» или на русском «Слайдология». Позже этот прием много раз повторялся. Но я не буду претендовать, что госпожа Дуарте именно первая ввела это в работу, но увидела именно у нее. Есть фотография, которая не является основным элементом композиции. Она скорее должна сопровождать. Должна сопровождать какую-то другую информацию. И наличие фотографии фонового характера на экране всегда приятно освежает эту информацию. То есть есть более важная информация, такая как текстовый список или цифровая диаграмма или еще что-нибудь. Фотографию вы смещаете влево, чтобы у вас появилось то самое негативное пространство. Возможно, фотографию также актуально будет немножко подрезать, поскольку все-таки это не доминирующий объект слайда, и я слегка подрезаю, слегка подрезаю, ну и давайте вот я ее так все переставлю. У меня остался белый кусок, белый кусок, который хочется чем-то замостить. Конечно, это все-таки не фотошоп, но иногда позволяет сделать небольшую уловку. Операция такая вот как создание бесшовной текстуры, доступно в каких-то настоящих графических программах, но тоже здесь можно что-то придумать. Ну, например, я дублирую фотографию, Ctrl-D, нажала на фотографию, сняла дубликат, и отражаю ее слева направо. Команда «Повернуть» располагается на вкладке «Формат». Подрезаю фотографию с другой стороны, и вот кусочек, кусочек фотографии, который мне необходим для того, чтобы замостить слайд. Ну, это, конечно, из приемов дешево и сердито. Просто копия. Копия кусочка фотографии. Снять копию с фотографии, а затем подрезать. При необходимости ее еще и можно повращать. То есть, от команды, отражалки слева направо я здесь как раз-таки использовал. Но даже не используя подобный прием, все равно понадобится средство под названием «Градиент». И это будет одновременно один из способов для того, чтобы разместить информацию на слайде в какой-то читабельной хорошей зоне. И одновременно это еще одно композиционное правило. Правило, которое позволяет создавать иллюстрации, создавать слайды с иллюстрациями, в которых усилено негативное пространство. Рисую прямоугольник. Прямоугольник, ну, прямоугольник примерно на две трети. То есть, направляющий можно здесь на этом этапе не отключать. Прямоугольник, который будет накладываться на вашу фотографию примерно на две трети. И далее вызываю формат фигуры. Использую градиентную заливку. Так. Градиентная заливка в типе линейный. Тип линейный. Угол, пожалуй, обнулю. Угол доведу до нуля. И оставлю всего две точки градиента. Вот точки посередине вы можете просто убрать, сдернуть мышкой вниз. Точка слева и точка справа. Вы можете создавать эффект цветного, темного или белого градиента. В данном случае буду делать белый градиент. Точка слева будет покрашена в белый цвет. Точка справа тоже будет покрашена в белый цвет. Ну, пока смысла ноль. Но точка слева будет не просто белая. У нее будет увеличена прозрачность. Прозрачность порядка 100. Причем вы можете еще и смещать точки относительно друг друга. Варьируя как бы зоны прозрачности и непрозрачности относительно друг друга. Можно создавать ряд промежуточных точек. Так вот, например, три точки градиента. У одной цвет белый прозрачность 100. У второй, ну, допустим, прозрачность будет где-то примерно 25. Вот так. Ну и последняя точка градиента, у которой будет прозрачность 0. Именно один и тот же цвет, но разная прозрачность. Контур у такой фигуры, конечно, надо устранить. Контур нам здесь совершенно не нужен, поэтому желательно выполнить команду контур фигуры. Нет контура. И вот мы с вами получили зону для размещения информации. Зачастую, но я сейчас просто скажу о популярной практике, такой прямоугольник делается больше. Он делается именно на всю, на всю фотографию. Так что вся фотография подернута некой такой романтической белой туманной дымкой. Или, ну, как бы вот прям хочется дотащить. Сама фотография также зачастую претерпевает изменения. Она становится черно-белой. Черно-белой и часто бледненькой. Вот такое мы с вами можем сделать через команду цвет. То есть непосредственно на фотографию нажимаем команда цвет. Команда цвет и используется при этом черно-белое. Оттенки серого варианта, ну, если, конечно, и совсем бледненький вариант. А, тут еще вот надо этот кусочек также сделать бледнее. Вот это эффект фоновой фотографии. Такое композиционное правило называется негативное пространство. Пространство, которое вы себе организовали уже для размещения какой-то важной информации. Это информация в виде списка, в виде темы, в виде цитаты, в конце концов. Здесь также может располагаться и цитата. Ну, а если мы с вами вообще никаких особенных действий с фотографией не предполагаем, есть цель только размещения фотографий, то давайте посмотрим с вами на четвертый слайд. На четвертом слайде. В плане композиции мы с вами имеем центральную композицию. Это здесь ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Ее смещать нет никакой необходимости. Вот такая вот композиция. Она, конечно, признается в дизайне несколько статичной, но часто используется в съемке, ну, хотя бы такого типа. Да, почему нет? Вот перед вами знаменитый замок, который вы могли помнить по сказке «Три орешка для Золушки». И цель – разместить информацию, замок Дрезден, разными способами. Причем первый способ уже, здесь можно немножко увеличить, уменьшить по вкусу размер текста. Первый способ уже представлен на экране – это правило под названием «контраст». Контраст, то есть можно прямо сейчас отсчитывать. В данном случае правило «контраст» имеет место. О чем это правило говорит? Вы прекрасно наблюдаете, как текст, ну, я здесь пыталась шрифт затейливый такой вот с претензией на готику, на половину рукописный подобрать, но в плане читабельности, возможно, оставляет желать лучшего. Здесь можно как бы и переделку сделать на шрифт попроще, Тахома, например. Но прекрасно видно черно-угольный цвет на достаточно бледненьком голубом фоне. Вот что такое правило «контраст». Я создаю копию слайда. Так, и хочу продемонстрировать вам другую потребность. А что, если у меня этот текст должен быть гораздо больше по размеру? Увеличиваю размер текста, ну, скажем, до пунктов 96 и располагаю текст прямо по центру. Ну, сама фотография достаточно статичная, центральная композиция, значит, я и текстовый блок могу выровнять по центру. И вот здесь начинаются проблемы. Проблема эта может быть решена с помощью другого средства. С помощью средства «Ореол», с помощью средства «Подкладка» или «Подложка». И идем с вами дальше. Второй способ размещения текста на обеспечение читабельности текста поверх фотографии, текст у нас размещен, это «Ореол». Вы использовать можете достаточно светлый цвет, вплоть до белого. Так. И далее вы можете применить либо эффект, эффект легкого отделения, либо можно применить также контур. На вкладке «Формат» команда «Контур текста» у нас имеется. Контур аккуратненький, какой-нибудь черненький можно задать. Но если вы поклонник более нежного решения, то вам уже понадобится команда «Текстовые эффекты». Текстовые эффекты, тень. Ну и, конечно, можно дополнительно здесь еще и пройти в настройки. В настройки формата фигуры тень, если будет желание сделать что-то по-другому. Так вы можете уменьшать, увеличивать расстояние, ну вот расстояние, допустим, 0, увеличивать размер тени, уменьшать размер тени, ну и любые другие операции. То есть поменять что-то принципиально также можно. Либо грубый подход через команду «Контур», создавая эффект канта или «Ореола», или тень. Так информация у нас также становится более читабельной. Но уже лучше, чем совсем без тени, согласитесь. Еще раз дублирую четвертый изначальный слайд. И снова проблема с читабельностью. Размер текста по-прежнему 96 пунктов. И размещение текста, опять-таки, по-прежнему будет по центру, допустим. И требуется посредник. Требуется посредник – это прямоугольная фигура, как правило. Это может быть прямоугольник со скругленными краями или прямоугольник с острыми краями. Если использовать скругленный прямоугольник, то, как правило, есть возможность решать. Создается прямоугольная фигура, которая чуть-чуть больше, чем текст. Так, угол, который вы можете распрямлять. Я предпочла бы либо выпрямить угол совсем. Для этого надо просто сработать желтым маркером, расположенным в левом углу вашей фигуры до упора. Либо примерно наполовину. Либо примерно наполовину. Ну, как-то вот так. Контур у такого декоративного объекта также уничтожается, и объект отправляется на один уровень назад. А с помощью формата фигуры вы обеспечиваете либо белый цвет с прозрачностью. Ну, так, соу-соу можно. Прозрачность 80, прозрачность 50, прозрачность 70. То есть часто это от активности самой фотографии на заднем плане зависит. Либо можно также вариант сделать инверсионный. Тоже часто предпочитают, когда подкладка, я снова продублировала слайд, когда подкладка или подложка черная, а цвет текста на переднем плане белый. То есть и такой вариант, возможно. У них еще и довольно часто носит подкладка такой стилизованный характер. Вот можно даже в моей приветственной презентации отследить, что делается такой эффект бумажки. Такая стилизация происходит. Вот эффект бумажки, и уже на этой бумажке находится какая-то информация. Так я сообщала, делала ссылку у преподавателя. Итак, контраст, правило контраста, правило ореола. Вот здесь даже хочется окантовочку дать, чтобы было прям очень хорошо, о чем идет речь. Вот такой минимальный, минимальный кант. И правило подкладок. Белое, черное, возможно, конечно, и цветные варианты тоже. Так, что такое ослабление или усиление фона? Ой, ребят, не поверите, это та же самая подкладка, но только побольше. То есть я создаю еще одну копию слайда, наверное, буду работать от того, что есть. И делаю прямоугольную фигуру в размер, в размер слайда и полностью выпрямляю у нее углы. Такой вот беленький фон, беленький фон, который распространяется полностью на весь слайд. В общем, такой прием. И также с черным попробуем. Черный как-то вот даже стильнее получился, интереснее. Прокрутим то, что получилось. Контраст. Окантовка или ореол. Так. Подложка белая. Ослабление фона. Подложка черная. Усиление фона. Такие вот у нас варианты получились. Так. Что еще можно сделать на предмет читабельности? Снова продублирую один из слайдов и поставлю его, пожалуй, где-нибудь в конец. Вот так вот здесь поставлю. Возможно, даже захочется дать пример с цитаты. Ну, допустим, последний слайд презентации использовать уже не будем, но на нем можно самостоятельно потренироваться. Вы можете выполнять подобные действия не с текстом и не создавать никаких посредников, не создавать никакие промежутки. Вы можете непосредственно с фотографией сделать что-нибудь такое, чтобы она стала менее конкретной и уже не так воздействовала визуально, отвлечь от нее внимание. Для этого есть, как правило, два подхода. Хотите привлечь внимание, используйте резкость. Хотите сделать объект менее конкретным, отвлечь от него внимание, используйте размытие. Я думаю, что не секрет, что еще в 2010-й версии программы PowerPoint появились художественные эффекты. Художественные эффекты на вкладке формат по работе с самой фотографией позволяют вам фотографию размыть. Если, кстати, не сразу это получилось, то можно использовать и дополнительные возможности, то есть можно уровнем размытия управлять. И вот тогда объект на переднем плане уже будет больше привлекать внимание, уже не так сильно рябит, и те проблемы, которые я ощущала, уже не так сильно все это заметно. То есть я по-прежнему могу располагать фотографию на переднем плане. Только, пожалуй, мне хочется чуть больше добавить размытие, используя снова формат рисунка, я вижу, что... Ага, вот художественные эффекты. Художественные эффекты размытия радиус десяточка. Я посворачиваю верхние разделы, чтобы было лучше видно. Радиус 10 могу увеличивать, 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 так что фотография у меня будет размываться все больше и больше. Ну, конечно, важно, чтобы не потерялся смысл, чтобы еще угадывалось, что у меня там на заднем плане находится. Это все еще замок? Ну, пожалуй, нет. Пожалуй, переборщило. Ну, а если доведу до 25, скажем, допустим... Так. Ну, что ж, ну, еще видно. Еще видно, что там замок. Замок. Конечно же, мы можем с вами и совмещать данные приемы. Ну, собственно, пожалуй, все. Уважаемые слушатели, можно также сюда же, в эту коллекцию, добавить прием с градиентной подкладкой. Правда, я уже демонстрировала вам пример по созданию фоновых фотографий с добавлением такого вот пространства, на котором может размещаться что-то дополнительное. Но можно сделать еще что-то. Так. Снова дублирую один из слайдов. Так. Цель та же. Фотография должна размещаться у нас неподвижно. То есть мы не собираемся ее никак смещать. Но очень важно, чтобы у нас был крупный размер текста, и сам текст размещался по центру, посередине. Создается прямоугольник. В нижней части. То есть это просто еще один вариант подкладки. И с помощью формата фигуры мы с вами снова делаем градиент. Но у меня так получилось, что осталось предыдущее решение. Мне нужно, пожалуй, только развернуть градиент так, чтобы он был у меня подходящим с углом, именно снизу шел. Так. Давайте попробую. Ноль. Ноль. Нет. Девяносто. Нет. Ну, девяносто. Девяносто градусов. Девяносто градусов подошло. Ну, и чтобы она была чуть-чуть побольше. Так вот повыше сделаю. Без контура. Ну, и объект нужно на один уровень назад отправить. Я думаю, что здесь можно больше манипулировать цветом, чтобы и надпись была какого-то более интересного цвета. Ну, скажем, такой потемнее, конечно, можно взять, но не обязательно темный. Да, и сама градиентная подкладка может быть как-то поинтереснее по цвету. Не обязательно белый и черный. Белый и черный – это просто классика. Да. Тоже один из способов представления информации. Ну, вот куда-нибудь я его сюда вот в конец передвину. Так. Ну, а, пожалуй, самый неэффективный сейчас способ представления информации, при котором у вас текст взаимодействует с фотографией, это правило, которое называется «вынос». Я это правило почти не использую. То есть мода такая на фотографии, на слайды в духе сторителлинг, когда фотография занимает все пространство слайдой, при этом никакие поля не нужны. А сейчас я просто уменьшаю фотографию. Можно также ее снабжать разнообразными эффектами. Готовые стили на вкладке формат. Ну, что-нибудь эдакое, чтобы создать эффект, скажем, картины. Ну, и разместить текст либо под фотографией, либо над фотографией. Хотя этот подход мне и не так нравится, но я его продемонстрирую тоже. Тоже один из способов расположения фотографии. Итак, давайте посчитаем. Посчитаем. Так. Правило третей и правило золотого сечения представлено на первых двух слайдах. Ну, правило одно и то же. Ну, нужно знать просто небольшую разницу между ними. Так. А также правило, которое позволяет нам размещать информацию в активной части слайда, но информация у нас идет с сопровождением некого графического содержимого. Ну, вот такой фоновый эффект. Так. А теперь читабельность. Контраст, вынос, ореол или окантовка, подкладка, усиление или ослабление, градиент. Ну, и самый, пожалуй, да, ненадежный способ – это вынос. А, вынос, да, уже сделала. А также художественные эффекты. Художественные эффекты, которые позволяют сосредоточиться именно на тексте в ущерб фотографии. Фотография подвергается размытию. Последний слайд мы делать уже, пожалуй, не будем, но я бы рекомендовала бы вам самостоятельно потренировать все эти решения на слайде, который я подготовила, как слайд с цитатой. Ну, что ж, уважаемые слушатели, вот вам и были представлены те способы обеспечения читабельности информации, а также парочка правил композиции. Всем большое спасибо за внимание, спасибо, что подключились и всех приглашаю на наш курс в Центре специалист, курс, который будет у нас 21 июня. Нам большое всем спасибо.